В России стартовала первая школа координаторов волонтерских групп. Образно говоря, за парты селят те, кто хочет управлять командой, заниматься организаторской и административной работой, например, согласовывать вопросы с главврачами больниц и руководителями детских домов. Так, в задачу школы входит собрать обычных людей, а выпустить готовых управленцев, которые смогут набрать волонтерскую группу, что называется, с нуля, под собственный проект. Создатели учебного центра – Даниловцы. Добровольческое движение не понаслышке знает, что такое волонтерство, потому как вовлечено в этот процесс уже 10 лет. Сегодня здесь, на базе Добровольческого движения Даниловцы, стартует уникальный образовательный проект – первая школа координаторов волонтерских групп. Давайте посмотрим, как проходит обучение. Внимание больницы, понимание нужности, и здесь что-то еще происходит. Легкость. Легкость, да, понимание легкости, пассивенности. Вы смотрите на детей в больнице и пытаетесь на стикер, на каждом стикере по одному написать, как можно больше потребностей детей в больнице. Вообще всех всяких раз. Первая в России – это школа для тех, кто готов помогать, но понимает, что усилий одного человека мало и нужна команда. Учащимся школы может стать любой человек старше 18 лет, кто готов создать и возглавить волонтерскую группу в социальных или медицинских учреждениях. Здесь помогут реализовать мечту стать координатором, создать волонтерскую группу и найти подопечных. Люди, которые пришли сюда, я надеюсь, в итоге обучения и дальнейшего сопровождения могут сделать свою волонтерскую группу в том месте, где сейчас ее нет. Это же не так просто на самом деле. Это все там пошли, условно говоря, в кинотеатр, там еще что-то, на море уехали, а тут нет, тут каждый понедельник и среду тебя ждут дети. И ты должен что-то такое сделать, чтобы их ожидания не были, а не обмануты. Именно ты как координатор. Волонтер-то может сказать, а у меня там, да, не знаю, тоже отпуск, там дела, гулянка, а координатора нет. И это же взаимодействие с персоналом учреждения, взаимодействие с детьми, взаимодействие с нами, как с организацией. Это достаточно серьезная такая вот история. Это изменение качества жизни, и мы к этому стремимся. Для создания своего проекта очень много полезной информации. Даже если специфика работы другая, но я слышу для себя очень ценные вещи. Информация про поддержку волонтеров, про то, как делать так, чтобы они не выгорали слишком быстро. Как работать волонтером, когда у них подопечные с тяжелым смертельным диагнозом, тем более редким. Задача школы – научить координаторов собрать волонтерскую группу. Четыре недели обучения, стажировка, сопровождение и любой волонтерский проект от помощи дому престарелых до создания приютов для животных станет реальным. А жизнь многих людей изменится к лучшему. Татьяна Чуйко, Александр Логинов, Первый национальный.